В эфире телерадио компания Шебекина, в студии Алексей Коновалов. Здравствуйте! Главные новости из жизни города и района в нашем выпуске. Городской конкурс чтецов «Освобожденная Родина Малая» прошел в модельном дворце культуры. На мемориале памяти состоялся общегородской митинг «Реквием». Наряду с остальными традиционными памятными мероприятиями, посвященными 75-й годовщине освобождения города, 9 февраля прошла молодежная акция «Свеча памяти». А теперь об этих и других событиях подробнее. Городской конкурс чтецов «Освобожденная Родина Малая» прошел в модельном дворце культуры. Чуть менее полусотни лучших конкурсантов заставляли своим чтением плакать и улыбаться сверстников и строгой жюри. Послушать исполнителей поэтических и прозаических произведений, а также проследить за ходом конкурса, отправилась Анна Тарасова. Конкурс проходил по двум номинациям – прозаические и поэтические произведения в трех возрастных группах. В рамках конкурса участникам предлагалось прочитать отрывок из произведения гражданско-патриотической направленности. Мальчишки и девчонки декламировали стихи о родине, о родном крае, о войне, о воинах, героях и всех переживших это страшное время. С чувством глубокого патриотизма вспоминали они о подвигах на передовой и в тылу, о женщинах, стариках и детях, на чьи плечи легло тяжелое бремя войны. В самой младшей возрастной категории выступили участники в возрасте от пяти до восьми лет. Произведения готовились малышами тщательно и трепетно. Действительно, надо было видеть глаза членов жюри, родителей и руководителей наставников, сидевших в зале и болеющих за юных чтецов. Нет, ребята, я не полный, не наглядывая вдаль, так сказать, зачем мне один? Я соглашусь на медаль. На медаль и кто я сделал? Вот и получили в войну. Вот бы в отпуске поехал на родную страну. В средней и старшей возрастной категории также было много замечательных выступлений. Поражало и количество желающих принять участие в состязании. Затаив дыхание, порой со слезами на глазах, жюри и зрители сопереживая слушали конкурсантов. И пусть иногда кто-то сбивался или запинался от волнения, с любым может случиться, но хотя бы иногда просто нужно читать и слушать такие стихи. Стоит отметить, что конкурс чтецов «Освобожденная Родина Малая» был проведен впервые. Но очевидно, что он прочно займет место среди традиционных ежегодных мероприятий Дворца культуры. В честь юбилейной даты освобождения от фашистских захватчиков в нашем городе прошло большое количество мероприятий. В следующем репортаже мы более подробно расскажем вам о тематическом вечере «Память сильнее времени». Всё дальше от нас уходят годы военного лихолетия. Время стирает из воспоминаний людей то, как это было, но память сильнее времени. И потому мир никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах. Их эхо до сих пор не затихает в людских душах. Всё время одна мысль, как они всё это вынесли, как смогли. И мне кажется, лучшим ответом являются строки и стихотворения нашей замечательной поэтессы-фронтовички Юлии Друниной. И откуда взялось столько силы даже в самых слабейших из нас? Что гадать? Был и есть у России. Вечной прочности, вечный запас. Вот, наверное, эта вечная прочность позволяет нам жить, несмотря ни на какие трудности. В России нет ни одной семьи, которой не коснулась бы война своим горьким крылом. В каждом доме бережно хранятся старые фотографии, затертые треугольники писем, ордена и медали солдат, хранится память о тех страшных днях. На встрече присутствовал очевидец тех далёких февральских событий Александр Васильевич Чередников. Немцы собрали жителей благового и построили их в шеренгу. И начали требовать, признавайтесь, кто совершил это преступление. Ну и никто, конечно, не вышел. И они начали считать. Раз, два, три до десяти. Каждый десятый из строя выходили. И набралось таких больше десяти человек. И их, значит, отдельно вывели, а потом расстреляли. Как расстреливали, я не видел. А мы, пацаны, бегали туда, ну, видели эту шеренгу и всё такое. А вот рассказывали люди, как расстреливали этих, ну, ничего не повинных, конечно, людей. На таких тематических вечерах зрители могут вновь проникнуться величием подвига нашего народа в той страшной войне. И это не случайно. Ведь в исполнении своих номеров артисты вкладывают душу. Проникаются тем, что рассказывают и поют о сражавшихся и отдавших своей жизни за победу. И о тех, кто смог пережить ужас той войны. Помянем, стоя все, склонившись над травой. Они ушли там, где свет прячется за мной. Верните память, вернитесь сами. В наследство от героев нам досталось неимоверное богатство, мирное небо, радостный детский смех, лучезарные улыбки счастливых людей. В ответ нам необходимо сохранить память и признательность тем, кто сохранил нам нашу историю, народ и страну. Ведь тот, кто не помнит своего героического прошлого, не имеет и будущего. С уверенностью можно сказать, что эта встреча коснулась сердца каждого из ее участников. Непосредственно в день освобождения города, 9 февраля, подвиг героев вспоминали на мемориале памяти, где состоялся митинг-реквием. То, какой ценой отвоевали мирное небо над головой, шебекинцы не забывают долгие годы. В этом убедились и наши корреспонденты. Ровно 75 лет назад, таким же февральским морозным днем, Шебекино и Шебекинский район освободили от фашистов. Люди пережили смерть, страх, лишение. Пережили и выстояли. Эти 8 месяцев до сих пор считаются самой страшной страницей в истории Шебекина. Вечная память павшим освободителям. Вечная благодарность тем, кто его восстанавливал. В этот день шебекинцы вспоминали каждого, кто, не жалея жизни, подарил нам свободу. Почтить память воинов-освободителей пришли ветераны войны и трудового фронта, руководства и представители органов власти, учреждений и организаций, администраций и силовых структур, обучающийся школ, жителей города и района. Открыл митинг глава администрации Шебекинского района Сергей Владимирович Степанов. Уважаемые жители и гости Шебекина, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, сегодня мы отмечаем 75-ю годовщину освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Эта память дорога нам всем, потому что и дата дорога нам всем, потому что она связана с возвращением Шебекина к мирной, свободной и счастливой жизни. Но это событие далось нам дорогой ценой, потому что почти 8 месяцев длилась оккупация Шебекина. Это было самое суровое испытание для горожан. Но шебекинцы не покорились врагу, а наоборот встали на путь борьбы с оккупантами. К сожалению, многие из них не вернулись с полей сражений. На торжественной церемонии слово держал и глава администрации города Шебекина Дмитрий Михайлович Песклов. Сегодня у нас знаменательный день. 75 лет назад освободили наш город от фашистских захватчиков. Это день в памяти освободителей, которые освобождали город Шебекина и за их огромный подвиг. Глубокой благодарностью и низкой кланью с ветераном за их человеческий подвиг. Город – это мы, и мы должны продлевать дело своих отцов, дедов, развивать наш город Шебекина. Поздравляю наш город с этим праздником и вечная память освободителям. Продолжил митинг военный комиссар города Шебекина и Шебекинского района майор Смирнов Александр Владимирович. Уважаемые наши ветераны, труженики тыла, дорогие гости и жители города Шебекина. За всю многовековую историю нашей страны Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для всего советского народа. Благодаря нечеловеческим усилиям наших граждан враг был повержен. История самой кровопролитной, самой беспощадной войны очевидна. Мы не имеем права забывать ее, потому что заплатили самую дорогую цену – миллионы человеческих жизней. Вечная слава героям в павших боях за освобождение нашей Родины. Вечная им слава и добрая память. Ныне живущим сегодня ветеранам в этот день хочется пожелать, конечно же, здоровья и долголетия. Молодому поколению всегда быть достойными великих подвигов наших отцов и дедов-прадедов. Также обратились к участникам митинга обучающиеся 7-го кадетского класса, городской школы номер 2 София Лазарева и благочинный Шебекинского округа протеерей Петр Иванов. Они еще раз напомнили о силе русского народа и об огромной любви к Родине. Затем к подножию памятника освободителям города были возложены венки и цветы. Каждый подходил и оставлял цветок на холодном мраморе, останавливаясь взглядом на именах, высеченных на мемориале памяти. Прошли десятилетия, выросло уже несколько поколений. Все меньше рядом с нами ветеранов, участников тех событий, героев других сражений Великой Отечественной. Но сколько бы ни прошло лет, 9 февраля к мемориалам и памятникам также будут приходить горожане склонять головы перед памятью погибших, чтить подвиг воинов-освободителей. Более ста участников собрались в гостеприимном зале Дворца культуры для участия в отборочном туре городского конкурса в песне «Наша память», чтобы в песнях воздать дань памяти героизму освободителей города. Из зрительного зала за происходящим на сцене наблюдала Зоя Войтова. Война и песня. Что может быть общего? Казалось бы, тяготы и страдания военного времени не оставляют места для песен. И тем не менее, песня всегда сопровождала солдата в походе и на привале, а иногда и в бою. По своему эмоционально-духовному наполнению, песни войны превзошли все, что существовало на нашей эстраде прежде, и, пожалуй, все, что вышло на нее после. И подобные конкурсы это еще раз подтверждают. В подборочном туре девятого городского конкурса песен военных лет в песне «Наша память» приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ, студенты техникумов, жители города Шибейкино. Возраст участников от 6 до 80 лет. Но когда эти песни поют именно дети, пусть не всегда профессионально и чисто, зато как проникновенно, у взрослых и мурашки похуже, и слезы на глазах. Репертуар такой, что слова знают все, так что многие любимые строчки зрители подпевали из зала. Песня «Наша память» Песня «Наша память» Песни – лирическая летопись времени. В них отражаются все вехи истории страны, боль и радость отдельных людей и всего народа. Прошло много лет со дня победы, но песни далеких и грозных лет звучат и сегодня, потрясая сердца. От героев былых времен, «Синий платочек», «Песня о солдате», «Журавли». Все эти произведения помнят и любят не только представители старшего поколения. Участники городского конкурса старались передать собравшимся всю гамму испытываемых эмоций. И это у них неплохо получалось. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снили всегда только добрые сны, чтобы Россия героев своим не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Конкурс – это всегда открытие новых имен. Это творческие встречи, это заряд положительных эмоций не только для самих участников, но и для всех ценителей песенного творчества. Каждый участник получил диплом, а лучшие из них выступят на главной площади города в День Победы 9 мая. Призовые места на фестивале не распределяли, но обладатели Гран-при все же нашлись. Его удостоены коллективы муниципального дворца культуры ансамбль казачьей песни «Засечная черта» руководители Владислав и Виктория Артеменко и вокальный ансамбль «Добрые молодцы» руководитель Людмила Тимошичева. По-своему отметила праздник подрастающее поколение шебекинцев. В этот день молодежь собралась перед зданием Дворца культуры для участия в акции «Свеча памяти». Наша съемочная группа также побывала на мероприятии. В нынешнем году это 75-я годовщина события. Чтобы почтить светлую память погибших в то тяжелое время героев, сотрудниками отдела молодежной политики района и отдела по работе с детьми и молодежью Дворца культуры была проведена ежегодная районная молодежная патриотическая акция «Свеча памяти». Несмотря на то, что акция формально молодежная, проявить свою гражданскую позицию в данном мероприятии мог любой желающий. И надо сказать, что школьники, студенты, молодые девушки и юноши всегда активно принимают в ней участие. Так было и в этот раз. В назначенный час площадь перед модельным Дворцом культуры заполнили более ста человек. Они были выстроены колоннами в символичную цифру дня – 75. А в их руках, как олицетворение жизни, надежды, вечной памяти и скорби, горели маленькие огоньки восковых свечей. Здесь же прошла и торжественная часть акции. С поздравительными словами перед ребятами выступили лидеры молодежных организаций. Председатель Шебекинского местного отделения общественной организации «Вместе» Александр Юхименко, начальник штаба Шебекинского местного отделения молодой гвардии Виктор Копылов и председатель молодежного парламента Эльвира Кривочурова. После митинга организованной колонной молодежь отправилась к братской могиле на улице Московской. Завершилась акция «Минута и молчание», после чего участники установили свечи у стилобата памятника. Помнить о прошлом – это долг молодого поколения. Свято чтить подвиг тех, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в великой битве с фашизмом и отрадно осознавать, что молодое поколение не остается равнодушным к истории нашей страны и малой родины. Чтобы увековечить память о событиях 1943 года, коснувшихся нашего края, специально к юбилейной дате освобождения города наша телерадиокомпания подготовила видеофильм «Этот день подарил нам свободу». Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. В истории российских городов записаны особенные даты. Есть день, когда мой город от врагов очистили советские солдаты. День 9 февраля навсегда вписан в историю Шебекинского района как память о великом событии – освобождении от фашистских захватчиков. 75 лет назад с территории нашего района окончательно был изгнан жестокий и ненавистный враг. В этот торжественный, радостный и печальный праздник мы с болью в сердце и бесконечной благодарностью вспомним бессмертный подвиг освободителей, который навсегда останется в памяти жителей города. За 75 лет, прошедшие с того знаменательного дня, участники событий, к сожалению, ушли из жизни. И даже очевидцев, которые в военное время были еще детьми и помнят день освобождения города, сегодня осталось совсем немного. Тем ценнее для нас документы и воспоминания, хранящиеся в фондах историко-художественного музея, на страницах газеты «Красное знамя», исследовательских работах и докладах в школьных музеях. Из уст в уста передаются рассказы о подвигах дедов в семьях героев. Современный Шебекино город красивый и уютный. Глаз радуется, когда видишь ухоженные дома, дворы и газоны, подстриженные кустарники, скамейки для отдыха, современные здания. На улицах встречаются счастливые улыбающиеся лица, дети растут в комфорте, учатся в современных школах, а старики не чувствуют себя забытыми. Каждый его житель гордится своим городом. И сегодня трудно поверить, что 75 лет назад здесь гремели взрывы, горели дома, страдали люди. Память о павших в те суровые годы для нас священна. В этот день мы вспоминаем погибших, которые отдали все во имя победы ради счастья и жизни на земле. Священный день и радости, и скорби, но одинаково святой для нас. Мы вспоминаем тех, кто искорку свободы в далеком 43-м спас. Сами факты сегодня известны каждому шебекинцу, интересующемуся историей родного края. Но когда держишь в руках подлинный документ, читаешь воспоминания участников событий, невольно погружаешься в атмосферу того времени и совсем по-другому воспринимаешь хронику происходившего. В начале 1943 года после разгрома немцев под Сталинградом войска Красной Армии перешли в наступление. Части 40-й армии, освободив Воронеж, подошли к Белгородской области. 8 февраля 460-й полк освободил Купино, Ржевку и Логовое, 454-й Репное и Нежиголь, а 472-й полк шел к Шебекино через Неклюдово, Пенцево и Кошлакова. Февраль 1943 года выдался особенно снежным и морозным. Не хватало горючего, поэтому для перевозки боевой техники нашим солдатам пришлось использовать сани. 100-я стрелковая дивизия под командованием Перхоровича подходила к Шебекино. 8 месяцев оккупации подошли к концу. 9 февраля 1943 года ранним утром передовые части 472-го стрелкового полка под командованием Семена Петровича Березина вышли на окраины города Шебекино. Они попытались взять город сходу, однако натолкнулись на чрезвычайно ожесточенное сопротивление противника, понесли тяжелые потери и вынуждены были отступить, заняв оборону на северо-западной окраине Шебекино и дожидаясь подхода основных сил. Город Шебекино и железнодорожная станция представляли собой важные стратегические объекты, являясь связующим звеном на пути Белгород-Волчанск. В случае взятия города и станции Красной Армии открывалась дорога на Харьков, а немцы лишались возможности маневра. Поэтому вражеские войска оказывали упорное сопротивление. 417-й пехотный полк немцев, зацепившись в центре Шебекино, встречал наших солдат мощным огнем. К тому же, по срочным донесениям разведки, со стороны сел Архангельская и Маслова пристань немцы подтягивали резервные части. Два пехотных батальона 442-го полка. Учитывая сложную обстановку, в район боя прибыл лично командир полка Семен Петрович Березин и возглавил руководство наступлением. По его плану, 1-й батальон лейтенанта Овчинникова обошел город со стороны Логового, встретил вражескую колонну, выдвигавшуюся со стороны Архангельского и разгромил ее. Лейтенант Овчинников лично уничтожил трех вражеских солдат и взял в плен еще двоих. Он был награжден за бой за Шибекина орденом Красного Знамени. В это же время соседний полк занял позиции на северо-западе Шибекина, чтобы предупредить возможный прорыв противника со стороны Устинки. С подходом 2-го батальона в 20 часов с согласованными ударами с трех сторон 472-й стрелковый полк начал атаку. Загорелись автомашины. Точными ударами были подбиты и разгромлены орудия противника, уничтожены вражеские батальоны. Самым ожесточенным стал бой за центр Шибекина, где вражеские войска были усилены самоходными зенитными установками. Но и здесь русские солдаты проявили мужество и героизм. Захватив вражеские зенитки, они направили их в сторону противника. Старшина Шибляков был одним из тех, кто захватил зенитную установку, повел ее в бой на врага, уничтожая живую силу и автотехнику. Кроме того, в этом бою ему удалось взять в плен несколько вражеских солдат и исправную легковую автомашину. Шибляков был награжден за бой за Шибекина орденом Отечественной войны второй степени. Гитлеровцы отступали в панике и беспорядке, оставляя на снегу убитых и раненых. Глубокой ночью у разбитого снарядами дома тяжело раненый в голову Березин докладывал по рации командиру 100-й дивизии Перхоровичу об успешном выполнении задания. Город Шибекина был освобожден. На следующий день войска Красной Армии взяли Сёла Муром и Архангельское. Наши войска уничтожили 200 и взяли в плен 95 гитлеровцев. Трофеями стали 4 боевых орудия с боеприпасами, 2 зенитно-самоходные спаренные пушки, автомашина с радиостанцией. Было сожжено 3 и повреждено 2 вражеских танка и 2 железнодорожных вагона. За освобождение города Шибекина отдали своей жизни 66 советских солдат и офицеров. Они захоронены в пяти братских могилах на территории города. После освобождения от оккупантов город медленно залечивал раны. Потребовалось много средств и сил для восстановления разрушенных зданий, ремонта, выведенной из строя техники и оборудования. Постепенно жизнь в городе налаживалась. Люди и сами помогали друг другу чем могли. Но главное после освобождения города от фашистов все жили надеждой на победу. Эта победа стала возможна благодаря мужеству и сере духа фронтовиков, партизан и местных жителей. В памяти нашей навсегда останется героизм солдат и мирных жителей, на долю которых выпали страшные военные годы. И мы, наследники победы, стараемся сделать все, чтобы быть достойными великого подвига нашего народа, наших героических земляков. На Белгородской земле нет ни одного города, ни одного поселка, ни одного села, где бы не было могил павших, отдавших жизнь за ее освобождение. Сколько бы не прошло времени, сколько бы не минуло десятилетий, но памятный день освобождения навсегда останется одним из самых светлых и значительных праздников. Это день искренней признательности и благодарности всем, кто сражался и отстоял наш район, свободу и мирную жизнь будущих поколений, кто, пройдя суровые испытания военных лет, поднимал и восстанавливал Шевекинский край из руин и пепла. Мы гордимся героями фронта и тыла и отдаем дань глубокого уважения за несгибаемую силу духа, мужество и стойкость. Семнадцатого февраля в семнадцать часов во Дворце культуры звезды российского балета в спектакле «Лебединое озеро». Уважаемые поклонники театра, спешите приобретать билеты. 27 февраля и 6 марта на сцене Дворца культуры состоится комедия «Водевиль» в двух действиях «Ханума» Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Легкая комедия на все времена, так можно охарактеризовать спектакль. «Ханума» Именно так зовут ловкую и хитрую сваху из Тифлиса, которой по плечу выдать замуж и женить кого угодно. Яркие персонажи, близкие к историческим костюмам и декорациям, кавказский колорит и прекрасная музыка народного композитора Советского Союза Гии Кончелли. Все это не оставит вас равнодушными. Билеты уже в кассе Дворца культуры. Начало спектакля в 18 часов. На все ваши вопросы ответят по телефонам 542-03 и 542-04. Уважаемых жителей и гостей славного города Шибекина, будем рады видеть в городском парке культуры и отдыха на площадке около центральной сцены 17 февраля с 10 часов. Спешите стать участниками традиционного, веселого, самобытного, вкусного, масленичного гуляния. Вас ждут театрализованные представления, игры и забавы, конкурсы и турниры, песни и пляски, частушки и потехи, ярмарка ремесел, масленичный столб, призы, подарки и, конечно же, вкусные румяные блины. А главное, заряд хорошего настроения на всю весну. Приходи, честной народ! Масленица вас зовет на открытую площадку перед рестораном Корона 18 февраля в 11 часов 30 минут. В программе праздничная ярмарка, детская анимация, веселые скоморохи, русские забавы. Ведущий несравненный Борис Щербатюк. На все вопросы вам ответят по телефону 77 00 76. Ждем всех от мала до велика с хорошим настроением и в задорной компании. На этом наш выпуск завершен. Над его созданием работали Лилия Гоголева, Иван Сомкин, Зоя Войтова, Анна Тарасова, Виктор Копылов и Алексей Коновалов. Следите за новостями и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова